Едем мы в Волочок И вот такая у нас дорога Убитая Все пробираются Где кто может Даже обочины Все раздолбаны В Волочок нам надо ехать за Очками, потому что Только там Оптика И там можно заказать очки У меня очки особой сложности И вот приходится Ехать по такой дороге На дороге Сегодня у нас туман И чем дальше по моему Тем больше и больше тумана Ну вот сейчас Выезжаем на дорогу На асфальт более-менее И то уже вся разбитая Разбивают Разбивают, конечно, фуры Которые без конца и края Везут лес И днем, и ночью Ну Наше правительство Так считает нужным И никуда ты этого не денешься По такой дороге И колыхать нам где-то километров В общей сложности И десять А сейчас, конечно, весна еще впереди И Наверное, разобьют еще больше И будем летать, наверное, скоро по воздуху Вот мы въехали в город Вышневолочок Это районный центр Равноудаленный от нас И от Удомли И от Максатики Это три районных центра Это центральная улица Трасса Москва-Ленинград Ну, сейчас сделали Новую объездную дорогу И часть машин идет По объездной А часть все равно идет По центру За счет этого Этой трассы Конечно В Волочке в городе появилось Много забегаловок Магазинов вдоль трассы Тем самым давая людям Работу И какой-то хотя бы Заработок А сейчас мы едем по центральной дороге Это называется Казанский проспект И мы подъезжаем к оптике Где мне надо получить очки Он с девяти работает Сейчас мы зайдем Спросим Там еще нужно дождаться мастера Чтобы он сделал разметку Для очков Потому что Ее, как вроде бы Неправильно сделали Вот такую даль Нам приходится ездить Почти по любому поводу Ну, что делать? Сейчас я выключу Если разрешат поснимать То я Еще сниму И снова мы на Казанском проспекте Пересекаем Трассу Москва-Ленинград Светофоры Сейчас светофоры, конечно, работают Примежутки меньше А когда Не было объездной дороги То Светофоры Светофоры ждали долго Это старинный торговый город Поэтому почти все здания Находятся Под охраной И поэтому Практически Центр не перестраивается Это очень хорошо Потому что Все знакомо И Если Рынок был Там 30 или 40 лет Так он на месте стоит Или, например Мой любимый магазин ткани Я была еще Девочкой И сюда ездили Мы В магазин А не так Он до сих пор Стоит на месте Не так, что Сегодня здесь один магазин Завтра приходишь Смотришь Там уже оказывается Другой магазин В этом В этом городе Есть Драматический театр Когда-то Да и сейчас Он, конечно Очень славится Но уже меньше Когда-то Он был Наверное Один Театр Ну или Один из нескольких Театров В Тверской области Было много Спектаклей И к нам В село Всегда приезжал Этот драматический Театр На праздник Или просто Раз в месяц Билеты стоили Рубль По тем временам Это было Дорого Потому что Например Кино Кино Фильм Стол 20 копеек И тогда Колхоз Оплачивал Полностью Спектакли И на Спектаклях Конечно Людей Было Очень много Ломились Ломился Зал А сейчас Конечно Уже Вот мы Сейчас Подъезжаем К драматическому Театру Вот он У нас Такой Красивый Большой Большое Здание И вот здесь Такой Сквер Находится С памятником Дальше Идут Торговые Ряды Это Тоже Старинные Торговые Ряды Их Два Двое Рядов Этих Одни Ряды Действующие А Вторые Ряды Конечно Они Закрыты Но Они До сих Пор Стоят И Находятся Под охраной Государства Вот ряды Ну Ну Этих Сейчас Практически Тоже Закрываются Кое Где Только Магазины Сейчас Мы Свернем С Трассы Потому Что Там Встать Негде И Мы Зайдем В Магазин Ткани Трассы Улочная Зона Здесь Большой Драматический Театр Посмотрим Что Сейчас Идет Пожалуйста 22 Марта Ход Конем Водевиль Начало 17 12 часов Комедия Бальзаминова Комедия Женитьба Бальзаминова Зачем Пойдешь То И Найдешь Балетмейстер Ирина Коваленко Режиссер Художница Костюма Еще Один Это Будет 15 Марта 17 часов Еще Один Спектакль По Соседству Мы Живем 14 Марта 17 часов Комедия Так что Кто хочет Попасть На Спектакль Покупайте Билеты Главный Режиссер Театра Почетный Работник Культуры Искусства Тверской Области Владимир Коломак Очень Красивая Ковка По Всему Зданию Здесь Скамеечки Можно Посидеть Отдохнуть Дальше Там Детский Городок За деревьями Видна Церковь Она Действующая И Там Дальше Идут Каналы Каналы Каналами Изборожден Весь Город Потому Что Это Торговые Каналы И Они Существуют Очень Давно Со Времен Петра Пока Мы Ездили Выглянуло Солнышко Жить Стало Веселее Я Получила Очки Вот Такие Очки Стоят 17 Тысяч Две Пенсии И Два Месяца Можно Не Есть И Не Пить Но Делать Нечего Старые Уже Совсем И Сносились А Глаза Не Поменяешь Поэтому Приходится Покупать Впереди У нас Дорожный Вокзал Там Ходят Сапсан И Другие Поезда Но Сейчас Конечно Как и везде Все Убавляется Уж Уж Продолжение следует...